История города Чернобыль начинается с 1193 года. Город расположен на реке Припять. В 1921 году город Чернобыль входит в состав УССР. Город был освобожден в 1943 году. Основательно разрушены военные годы, он был восстановлен, а его градообразующим предприятием стала судоремонтная верфь, расположенная на реке Припять. Поскольку имелся доступ к воде, а численность населения была небольшой, в Министерстве энергетики СССР было принято решение о строительстве на этом месте атомной электростанции. Строительные работы были начаты в 1970 году. Станции было дано имя Владимира Ильича Ленина. Одновременно рядом строился еще один город-спутник Припять. Первый реактор был запущен уже через 7 лет после начала строительства, после чего началось массовое заселение Чернобыля. Удобные автомобильные, железнодорожные, водные развязки делали его достаточно перспективным в плане дальнейшего развития. Кроме того, АЭС была и военно-стратегическим объектом. Чернобыльская АЭС проектировалась на 12 реакторов. Это было на то время крупнейшим атомным сооружением. Но строители успели возвести лишь 4 реактора. Еще 2 были в процессе строительства, когда произошла катастрофа. В 1986 году, 26 апреля, был запланирован ночной эксперимент турбогенератора под номером 8. Анатолий Дятлов, заместитель главного инженера на момент взрыва и перед ним, стоял за пультом управления мощности генераторов. Он руководил младшим по должностям специалистами, заставляя их снижать мощность 4-го энергоблока. Но любое их сопротивление и неподчинение угрожал увольнением с работы, что было недопустимо в те года. Эксперимент на ЧАЭС закончился взрывом 4-го реактора. Взрыв полностью уничтожил реактор. Здание, которое управляло процессом мощности, было частично разрушено из-за ударной волны. В ближайшие минуты на крышах начались пожары, а постройки извергали различные утечки газов, воды, электричества. Были повреждены электропровода и системы. Уже через 1-2 часа Припять засеяла черным снегом, которому очень удивлялись и даже радовались люди. Они не знали, что их ожидало впереди. Данная катастрофа имеет далеко не самую простую и честную историю, которую мы привыкли слышать. Долгие годы после происшествия значимые факты будут активно скрываться властями страны. Придет время, когда правда всплывет в один момент. Неизвестные факты будут поражать и ужасать нас от действий инженеров, экспериментаторов и правительства. Многие исследователи, эксперты и даже участники составили поминутное стечение обстоятельств и описание моментов того дня и ночи. 25 апреля 1986 года, час ночи. Руководство атомной электростанции останавливает основную работу четвертого реактора. У них появляется возможность провести испытание выбега ротора турбогенератора. Его предложил генеральный проектировщик с целью дополнить системы аварийного электроснабжения. 3 часа 47 минут утра 25 апреля. Дается распоряжение снизить мощность реактора до 50%. Допустимое процентное соотношение проведения испытания 22-23%. 13.05. День 25 апреля. Персонал отключает седьмой энергоблок от питания, переведя его на восьмой турбогенератор. 14.00. День 25 апреля по программе отключается система аварийного охлаждения. Дается запрос о том, чтобы снизить мощность еще больше. Ответ поступает неудовлетворительный. Киевэнерго запрещает понижать мощность ниже чем 700 мегаватт. Из-за этого четвертый реактор проработал несколько часов с включенной системой охлаждения, что недопустимо в ядерной промышленности. 0.00 часов 28 минут. Ночь. 26 апреля. Неопытному инженеру не удается зафиксировать и удержать мощность реактора. Ее тепловой показатель падает до 30 мегаватт, когда допустимая норма данного эксперимента 700. Час ночь и ночь. 26 апреля. Проектировщики, инженеры и специалисты ночной смены поднимают упавшую мощность до 200 мегаватт. Но опасность остается велика, поскольку мощность должна соответствовать 700 тысячам мегаватт. Реактор начинает полностью выходить из автоматизированного контроля, становится неуправляемым и регулируется самостоятельно, отталкиваясь от процессов, которые происходят внутри него. Повышение и понижение температур, кипение, концевой эффект, перегрев топлива, обезвоживание. 1 час 07 минут. Ночь. 26 апреля. Принято решение подключить дополнительные насосы. Час 19. Ночь. 26 апреля. Операторы увеличивают подачу питательной воды. Также проводится процедура вывода стержней ручного управления. Реактор теряет даже ручной контроль. Час 22 ночь. Показатели воды стабилизированы, но руководство получает распечатку параметров 4 реактора. Судя по данным, будет очень опасно не заглушить 4 реактор. Дятлов действует решительно. Несмотря на испуганных специалистов, дает команду продолжать работу и эксперимент дальше. 1 час 23.04. Ночь. 26 апреля. Закрываются последние клапаны 8-го турбогенератора. Начинается режим выбега. Это самая ответственная и сложная часть исследования. 1 час 23.38. Ночь. 26 апреля. Все понимают, что процесс достиг точки невозврата. И дальше будут происходить очень печальные события. Начальник смены, это неточный факт, дает срочное распоряжение нажать кнопку АЗ-5. Аварийное выключение реактора. Из-за большого количества пара, стержни, которые должны были опуститься, опускаются не до конца. Тепловая мощность значительно возрастает. 1 час 23.44. Отчетливые резкие взрывы. Появляется 200-метровый огненный столб радиоактивного топлива. Происходит выброс 140 тонн радиоактивного сырья. Реактор полностью разрушен. Начинаются пожары и первая смерть. Валерий Хадымчук, оператор насосной станции. В 1 час 24. В пожарную часть поступает сигнал о пожаре, без уточнения, что произошел серьезный выброс атомных веществ. В 1 час 28. Космические спутники обозначают яркий свет, который может возникнуть только при ядерном взрыве. Об этом сообщают начальнику городского отдела полиции Василию Кучеренко. Он выезжает на место происшествия. В 1 час 30 поступает звонок директору АЭС Виктору Брюханову. Его оповестил о взрыве начальник химического цеха. В течение двух минут он дозванивается до остального руководства и собирает собрание. 2 часа ночи, пока начальство АЭС предпринимает меры, кареты скорой помощи из 69 машин активно съезжаются. У пожарных появляются первые острые признаки поражения лучевой болезнью. Также в это время о событии сообщают Михаилу Горбачеву. Тот дает распоряжение собрать комиссию только утром. 2 часа 0,1 минута. У пожарных начинает слазить кожа рук и краснеть лицо. Им оказывают помощь незачищенные врачи, приехавшие по вызову. 2.45. Пожарные продолжают тушить пожар. А Брюханов, узнав неточный уровень радиации, звонит в московское правительство. Он просит начать эвакуацию населения, на что получает отказ. И фразу «Утром соберется комиссия, пусть она и решает». 4 часа ночи. Пожарным удается ликвидировать пожар практически во всех точках атомной станции. Скорая помощь без остановок отвозит пострадавших в переполненную шестую больницу. Идут переговоры с Москвой, чтобы перенаправить обожженных пожарных в московские больницы. 5 часов 30 минут, 8 утра. Население начинает пробуждаться, вести свой привычный образ жизни. Дети расходятся по школам, а родители едут на работы. Многих удивляет милиция с дозиметрами. Задавая вопрос, что случилось, ответ поступает простой. Проходят учения. Тем временем, в Припять съезжается комиссия и руководство из Москвы. Они уже понимают масштабы катастрофы. С 9 до 12 в Москву отправляются первые пострадавшие, многие из которых умрут в ближайший месяц 1986 года. До людей постепенно приходит ощущение страха и недопонимания. С 15 часов до 17 установлено, что реактор разрушен, но его надо осматривать. Тем не менее, в город уже поступает огромная доза радиации, пока люди занимаются своими делами. 19 часов. Население охватывает паника. Ярко горящий четвертый реактор говорит сам за себя. В город съезжаются химические специалисты, а руководство принимает важные решения о ликвидации и дальнейших действиях, которые помогут уберечь страну. С 21 до 23 часов. Принято решение эвакуировать население 27 апреля. Над реактором уже успели пролететь вертолеты и оценить дальнейшие действия. Одна из страшных примет того времени – люди с ядерным загаром. Те, кому не повезло схватить большую дозу радиации, удивлялись, почему кожа вдруг стала бурого цвета, даже под одеждой. Тело уже было повреждено интенсивным излучением. Не все догадывались об опасности. В день аварии многие вовсе специально загорали на крышах и на речке возле АЭС, а солнце усиливало действие радиации. Из рассказа очевидца. Сосед наш метелев часов в 11 полез на крышу и лег там в плавках загорать. Потом один раз спускался попить, говорит, загар сегодня отлично пристает. И бодрит очень, будто пропустил 100 грамм. К тому же с крыши прекрасно видно, как там реактор горит. А в воздухе в это время было уже до 1000 милибер в час. И плутоний, и цезий, и стронций. Но мы-то этого не знали тогда. К вечеру у соседа, что загорал на крыше, началась сильная рвота. И его увезли в медсанчасть. Потом дальше, в Киев. И все равно никто не заволновался. Наверное, перегрелся мужик, бывает. Врачи, которые принимали первых облученных, именно по ядерному загару, определяли наиболее пострадавших. Из рассказа очевидца. 26 апреля в Припяти был день как день. Я проснулся рано. На полу теплые солнечные зайчики. В окнах синее небо. На душе хорошо. Вышел на балкон покурить. На улице уже полно ребят. Малыши играют в песке. Старшие гоняют на велосипедах. К обеду настроение стало и вовсе веселым. И воздух стал ощущаться острее. Металл, не металл в воздухе. Что-то кисленькое. Как будто батарейку от будильника за щекой держишь. Из рассказа очевидца. Группа соседских мальчишек поехала на велосипедах на мост. Оттуда хорошо был виден аварийный блок. Хотели посмотреть, что там горит на станции. У всех этих ребятишек потом была тяжелая лучевая болезнь. Первое краткое официальное сообщение о ЧП было передано 28 апреля. Как потом объяснял Михаил Горбачев, праздничные первомайские демонстрации в Киеве и других городах решили не отменять из-за того, что руководство страны не обладало полной картиной случившегося и опасалось паники. Люди шариками и гвоздиками гуляли под радиоактивным дождем. Только 14 мая страна узнала об истинных масштабах катастрофы. Говоря о Припяти и об эвакуации, воспоминания очевидцев остаются самыми ценными в этом деле. Ведь только они могут поведать тайны, которые уже много лет хранятся под грифом «Секретно» во многих архивах нашего государства. Несмотря на всю серьезность ситуации и масштабы экологической катастрофы, по словам очевидцев, эвакуация происходила быстро, но спокойно. В тот момент людям казалось, что совсем скоро они смогут вернуться домой к своим привычным ежедневным делам. Как они ошибались? Впереди их ожидал утомительный перевал и обустройство совершенно другого места, которое они должны будут называть своим домом. Эвакуация в Припяти, как собственно и во всей Чернобыльской зоне, проходила в несколько этапов. Началась 27 апреля 1986 года в 14.00. При этом объявление об эвакуации из Припяти поступило еще ранним утром, когда ничего не предвещало беды. Молодые мамочки, как обычно, собирались на прогулки, трудовики на заводы, а учителя в школьные классы. Для вывоза людей понадобилось 1100 автобусов. Эвакуация из Припяти заставила покинуть родные дома почти 50 тысяч человек разных профессий, национальностей и возрастов. Иванковские и Макаровские районы в те дни принимали переселенцев больше всех остальных районов и регионов Украины. Интересным является тот факт, что людей расселяли всеми по простому и незамысловатому принципу. Учителей к учителям, бригадировок к бригадирам и так далее. Услышав сообщение об эвакуации города Припять, люди немедленно умчались с даль от родных мест, прихватив с собой самые ценные вещи. Ведь жители уверяли, что эти неудобства являются временными, и они обязательно смогут вернуться домой. Но и оставшись без одежды, предметов быта и питания, люди не отчаивались, ведь государственным фондом было выделено значительное количество швейных, шерстяных изделий, постельного белья, а также около 7 тысяч единиц мебели и других необходимых для жизни вещей. Из архивных документов следует, что в первые дни после трагедии государственный бюджет выписал безвозмездную денежную помощь пострадавшим в размере 370 тысяч рублей. Вместе с ликвидаторами аварии, которые действовали профессионально, в бой вступили журналисты и корреспонденты. Они выполняли не менее важную миссию, отражали хронику эвакуации в Припяти, в видео и фотоматериалах. Сегодня эти хроники являются настоящим сокровищем, так как прямо, без цензуры отражают события, произошедшие несколько десятков лет тому назад. На ликвидацию последствий аварии были брошены силы молодых, здоровых ребят, которые, не успев познать жизнь, отправились навстречу испытаниям. Отказаться от выполнения задания никто не мог. Подобное считалось бы предательством государственной идеи. Однако люди того времени были совершенно иными, нежели сейчас. Выполнение поставленной задачи люди считали своим непосредственным долгом, в чем заключалась задача ликвидаторов. Ликвидаторы Чернобыльской катастрофы должны были выполнить дезактивацию зараженных территорий, а также очистить крыши уцелевших энергоблоков от графитовых остатков и снизить радиационный фон в Рыжем лесу. Действия должны были быть оперативными и быстрыми, поэтому для ускорения работ 29 мая 1986 года Центральный комитет КПСС вместе с Советом министров СССР издает распоряжение номер 634-188. В данном документе указывается, что дезактивационные мероприятия в зоне, вокруг ЧАЭС и близлежащих территорий должны быть ускорены, а силы ликвидаторов должны быть направлены на более зараженные участки с повышенным уровнем радиации. Изначально информация о том, как происходила ликвидация Чернобыльской катастрофы, была засекречена. Среди постоянного населения возникли панические состояния, ведь с подобным люди столкнулись впервые. Сразу после взрыва работники АЭС еще не понимали, что именно произошло. Необходимо было найти место ЧП и оценить разрушение. В реакторный зал отправили двух инженеров. Не подозревая об опасности, они подошли к месту взрыва и увидели, как из жерла разрушенного реактора бьет красный и голубой огонь. На людях не было ни респираторов, ни защитной одежды. Но они бы и не помогли. Излучение достигало 30 тысяч рентген в час. От него жгло веки, горло, перехватывало дыхание. Через несколько минут они вернулись в зал управления, но были уже загорелые. Словно месяц жарились на пляже. Оба вскоре умерли в больнице. Но их рассказу о том, что реактора больше нет, сначала не поверили. И лишь потом стало ясно, что реактор бесполезно охлаждать. Надо тушить то, что от него осталось. Когда взорвался четвертый энергоблок, куски ядерного топлива и графита из реактора разбросало по округе. Часть упала на крышу машинного зала, на третий энергоблок. У этих обломков был запредельный уровень радиации. В некоторых местах можно было работать не более 40 секунд, иначе смерть. Техника не выдерживала такого излучения и выходила из строя. А люди, сменяя друг друга лопатами, счищали с крыши графит. Из рассказа очевидца. Нам открылся вид на четвертый энергоблок сверху. Зрелище было невероятное. Поймите, энергоблок парил. Это выглядело так, будто весь воздух над ним дрожал. И запах такой был, как озоном пахло. Как будто в медкабинете после кварцевания. Это необъяснимо. Через несколько дней после взрыва выяснилось, что активная зона разрушенного реактора все еще плавится и медленно прожигает бетонную плиту. А под ней находится огромный резервуар с водой. Если бы поток расплавленного металла соприкоснулся с ней, произошел бы гигантский радиоактивный взрыв. В воздух должны были попасть десятки тонн ядерного топлива. Последствия трудно вообразить. Но специалисты считают, что заражена была бы большая часть Европы. Любой ценой нужно было добраться до запорных клапанов и открыть их. Вызвались три инженера. Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов. Они знали, что это, скорее всего, будет стоить им жизни, но все равно отправились к реактору по колено в радиоактивной воде и осушили бассейн. Все, о чем они просили перед тем, как уйти на смерть, это позаботиться о семьях после их гибели. Но героям удалось выжить. Они захватили с собой шесть дозиметров и постоянно сверяли показания. Так они сумели обойти самые опасные участки, никто не получил смертельной дозы. Одна из самых сложных миссий на ЧАЭС досталась летчикам. Они должны были потушить раскаленные графитовые стержни внутри реактора. Вертолеты совершали сотни полетов над активной зоной и сбросили тысячи мешков свинца, песка, глины, дломита и бора. Летчики зависали над реактором на высоте всего 200 метров, а снизу бил жар и поднимался конус радиоактивного дыма. При этом ни у вертолетов, ни у людей внутри не было должной защиты и приспособлений для сброса груза. Защищались как могли. В салоне выстилали свинцом пол, оборачивали им сиденья. Многих летчиков рвало уже после двух-трех вылетов, мучил кашель, а во рту чувствовался вкус ржавого железа. Из рассказа очевидца. Я все время подчеркиваю, что это не было приказом. Но и добровольным решением это назвать сложно. В Чернигове нас построили и рассказали, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, что ветер идет на Киев, а там старики и дети. И предложили тем, кто не желает участвовать в спасательной операции, выйти из строя. Для боевых офицеров это запрещенный прием. Конечно, никто не вышел. Летчиков, которые гасили реактор, прозвали «Ангелами Чернобыля». Им удалось подавить главный очаг радиационного заражения. После ликвидации пожара в реакторе, уже можно было приступить к работам на земле. В Чернобыль везли много техники, она очень быстро набирала радиацию и выходила из строя. Работать на такой было нельзя. Брошенные машины собирали в специальных отстойниках. Некоторые образцы светились на запредельном уровне. И те самые вертолеты, что зависали над аварийным реактором, поглощая смертельные дозы радиации, а также облученные автобусы, грузовики, пожарные машины, скорые, БТРы, экскаваторы, их оставили ржаветь на кладбищах мертвой техники. Неизвестно, что собирались с ней сделать позже, но до машин добрались мародеры. Они растащили сначала двигатели, а затем фурнитуру и корпуса. Запчасти продавали потом на авторынках. Многое ушло на металлолом. Эти свалки поражали своими размерами, но со временем почти вся фонящая техника испарилась. Смертоносное излучение никого не остановило. Цифры числа задействованных ликвидаторов сильно варьируются. От некоторых сотен тысяч до почти миллиона человек. Непосредственно вовлеченных по меньшей мере более 300 тысяч. В докладе Агентства по ядерной энергии приводится цифра до 800 тысяч. Согласно Всесоюзному регистру СССР, количество ликвидаторов составляет 293 тысячи 100 человек. 168 тысяч ликвидаторов из России, 123 тысячи ликвидаторов из Украины и 63 тысячи ликвидаторов из Белоруссии, что составляет в общей сложности около 355 тысяч человек. Каждому дают указание бросить лопату радиоактивной пыли, а затем уходить. Вокруг мертвых территорий зоны Чернобыля в бронированных патрульных машинах измерялась радиация и ставили желтые знаки радиации. Флаги также содержали специальные карманы, в которых наблюдательные бригады оставляли обозначения, регистрирующие время облучения для дальнейшего сравнения. Спустя несколько месяцев огромные грузовики с бетоном начали работать почти без остановок, и был построен знаменитый саркофаг. В то время как ликвидаторы представлялись как герои советским правительством и прессой, некоторые из них боролись за то, чтобы их участие официально призналось. По оценкам Международного агентства по атомной энергии, 350 тысяч ликвидаторов, участвующих в первоначальной очистке леса, получили среднюю общую дозу облучения тела, равную 1000 рентгенам грудной клетки и примерно в 5 раз больше максимальной дозы, разрешенной для работников ядерных установок. После распада СССР в 90-х годах здоровье ликвидаторов оказалось трудно контролировать. Это усугубляется нежеланием России предоставить истинные данные о катастрофе или даже сделать серьезные оценки. Власти согласны с тем, что 28 работников погибли от острой лучевой болезни, а еще 106 ликвидаторов были подвергнуты лечению и выжили. Но число жертв и оставшихся в живых продолжает оставаться засекреченным. Союз чернобыльцев говорит, что 90 тысяч из 200 тысяч выживших ликвидаторов имеют серьезные долговременные проблемы со здоровьем. Однако исследование, проведенное белорусскими врачами, говорит о том, что уровень рака среди ликвидаторов из Белоруссии примерно в 4 раза выше, чем в остальной части населения. Стоит отметить, из-за того, что в ликвидации ЧС участвовало большое количество людей, точных данных о погибших или получивших инвалидность так и нет. Разные источники указывают различные данные. Людей, которых стала покорять лучевая болезнь, не ставили в известность, что с ними происходит. Врачей, которым привозили большое количество обгоревших людей, не осведомили, что они имеют дело с атомными реакциями. Пожарные, тушившие пожар на ЧС, также не знали, что по всей территории атомной станции раскидан графит. Они тушили масштабный пожар, но не атомный. В последствии проведенных расследований было установлено несколько весомых причин. Считается, что из-за них атомный реактор вышел из-под контроля. Нарушение регламента при проведении атомных экспериментов составом эксплуататоров четвертого реактора. Катастрофа же произошла впоследствии того, что персонал довел реактор до нерегламентного состояния. Испытание проводилось любой ценой, что грубо нарушает все правила. Из-за работы были выведены технологические защиты, которые могли бы остановить воспаленный реактор. А руководство станции до последнего держало масштаб катастрофы в тайне. Заранее неисправный реактор и нарушенная конструкция постройки. К такому мнению пришла комиссия в 1991 году. При расследовании НСАК-7, эта консультативная группа при ядерной безопасности выдвинула свои факторы случившегося взрыва. Реактор не обладал нормами безопасности. В регламенте очень слабо прописаны пункты о безопасности. Информация передавалась в несрочном порядке. Операторы атомной станции не могли связаться друг с другом. А это значит, что персонал не обладал идеальными знаниями об особенностях ЧАЭС. Большое количество ошибок и нарушений во время проведения последнего эксперимента. Также эксперты выявили два технологических нарушения в постройке реактора. Положительная связь между реактивностью и мощностью не допускается в работе атомного реактора по правилам безопасности ядерной системы, а реакция возникла в период эксплуатации сооружения. Сильный концевой эффект. Он допустим при эксплуатации ядерного реактора, но до определенной мерки. С четвертым реактором концевой эффект превысил допустимые показатели. Более того, многими источниками приведены факты, что в ту роковую смену остались далеко не самые опытные инженеры. Молодые ребята, проработавшие 2-4 месяца на станции, были допущены к серьезному и опасному испытанию. В период аварии был сильный перегрев ядерного топлива. Произошло разрушение элементов, которые выделяют тепло в нижней части активной зоны реактора. После стали рушиться защитные оболочки, и пар вышел в реактивное пространство, имея слишком большую дозу. Соответственно, давление резко возросло, и это привело к взрыву. Все было нарушено, а зоны реактора обезвожены. Это все из-за возрастания реактивности внутри системы, или из-за нажатия кнопки АЗ-5, который вызывает автоматическое аварийное выключение. Было ли нажатие вообще? Судебный процесс проходил в городе Чернобыль. Он находился в 12 километрах от Чернобыльской АЭС и подвергся меньшему радиационному заражению, чем Припять. Хотя город попал в 30-километровую полосу отчуждения, его жители были эвакуированы. Какое-то время там можно было находиться и без ущерба для здоровья. По советским законам суд должен был проходить как можно ближе к месту преступления, и Чернобыль оказался оптимальным вариантом для недолгого процесса. На скамье подсудимых оказалось 6 человек. Директор станции Виктор Брюханов, его заместитель Анатолий Дятлов, главный инженер Николай Фомин, начальник смены Борис Рогожкин, начальник реакторного цеха номер 2 Александр Коваленко и инспектор Госатомоэнергонадзора Юрий Лаушкин. Всем было предъявлено обвинение по трём статьям – халатность, злоупотребление служебным положением и нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях. Лаушкин, будучи инспектором, вряд ли мог как-то влиять на аварию и оказался на процессе в роли козла отпущения. Так же, как и начальник реакторного цеха Коваленко, который и не присутствовал на станции в ту роковую ночь. Брюханов почти не защищался в суде, рассчитывая на снисхождение за хорошее поведение. Фомин после аварии испытывал серьёзные психологические проблемы. До начала судебных заседаний он попытался покончить с собой. Позднее, уже в процессе отбывания наказания, его состояние настолько ухудшилось, что его освободили и перевели в психиатрическую клинику. Тростанция Анатолия Дятлов с самого начала воспринимался как главный виновник случившегося. Именно он контролировал проведение испытаний, в ходе которых 26 апреля планировалось выяснить, смогут ли турбогенераторы в режиме выбега, то есть с использованием инерции механизмов после их аварийного отключения, выработать достаточное количество энергии для включения насосов аварийного охлаждения. Подсудимый явился на суд после нескольких месяцев болезни, он получил облучение 390 Берр, но не стал пассивным наблюдателем. Он активно спорил с экспертами, пытался задавать им встречные вопросы и соглашался лишь частично признать вину. По его мнению, действия персонала в любом случае не могли привести к взрыву реактора, если бы не конструктивные особенности, о которых работники вообще не были осведомлены. Дятлов настаивал на том, что его действия в ту ночь не являлись грубыми нарушениями инструкций. Он также подчеркнул, что не знал о падении мощности реактора перед началом испытаний, поскольку покидал блочный щит управления, чтобы сходить в туалет. Если бы он об этом знал, то приказал бы остановить испытания. Впрочем, свидетели не подтверждали слов Дятлова и не видели, чтобы он покидал БЩУ. Эксперты, выступавшие на суде, частично признали справедливость его слов о недостатках реактора, но нашли изящную формулировку, устроившую суд. Реактор не опасен при правильном использовании. То есть, если бы персонал не совершил ряд действий, авария никогда бы не произошла, даже с учетом недостатков реактора. Эта формулировка удовлетворила суд. Дятлов, Фомин и Брюханов были приговорены к десяти годам заключения. Рогожкин получил пять, Коваленко – три, Лаушкин – два года лишения свободы. Брюханов вышел по УДО в 1991 году. Фомин в 1988 году был переведен в психиатрическую больницу. Дятлова освободили по состоянию здоровья в 1991 году. После освобождения Фомин уехал в Россию и не общался с журналистами. Брюханов время от времени давал интервью, но большого интереса у журналистов он не вызывал. Все же он был не специалистом по ядерной физике, а завхозом. К тому же в момент взрыва мирно спал у себя дома и не мог поведать каких-то интересных подробностей. А вот Дятлов начал настоящий крестовой поход в защиту своего имени. Он не только давал долгие обстоятельные интервью, но и написал книгу, в которой раскрыл свою версию случившегося. На простом примере Дятлов объяснял, почему персонал нельзя винить в аварии. Вы едете за рулем и хотите сбросить скорость, нажимаете на педаль тормоза, но вместо этого газ прибавляется. Кто будет виноват в произошедшей аварии? Водитель автомобиля или его конструктор, писал он. По версии Дятлова, персонал просто не знал о том, что из-за их действий может произойти подобная авария. Ни в каких инструкциях по эксплуатации этого не сообщалось. Считалось, что реактор имеет надежную защиту. Достаточно нажать кнопку AZ-5, которая аварийно глушит реактор. Именно это и было сделано персоналом в ту роковую ночь. После нажатия этой кнопки управляющие стержни входят в активную зону и заглушают реактор. Однако из-за концевого эффекта эти стержни сработали не как педаль тормоза, а как педаль газа, что и привело к трагедии. Ведь реактор из-за действий персонала давно уже не работал в штатном режиме. Дятлов оправдывался тем, что об этой особенности он попросту не знал, поскольку она не была указана в эксплуатационных документах и инструкциях. А все прочие их действия в ту ночь даже чисто теоретически не могли бы привести к взрыву реакторы. Со слов Дятлова выходило так, что аварийная защита, которая была призвана защищать реактор, сама же его и взорвала. Так кто же виноват? В настоящее время наиболее популярной версией трагедии является следующее. К взрыву привело редкое сочетание факторов, как действия персонала, так и особенности конструкции РБМК. Персонал своими действиями привел реактор в аварийное состояние, а система защиты из-за конструктивных особенностей усугубила ситуацию. Часть вины за аварию нельзя снять с персонала, и именно его действия привели к возникновению аварийной ситуации. Если бы Дятлов после резкой потери мощности, которая произошла перед началом испытаний, пригазал заглушить реактор и прекратить испытания, или аккуратно вернул мощность на уровень, требуемый регламентом, ничего бы не произошло. Но испытания были начаты на мощности значительно ниже регламентной при пониженном оперативном запасе реактивности. После включения режима выбега контроль за процессами был утерян. Определенная часть вины лежит и на создателях реактора, допустивших существование концевого эффекта стержней, из-за которого аварийная защита послужила детонатором взрыва. Сами по себе действия персонала не могли привести к взрыву, если бы не особенности конструкции. Но и несовершенство аварийной защиты не могли привести к взрыву, если бы не действия персонала. По отдельности, ни то, ни другое не привело бы к трагедии. После аварии на Чернобыльской АЭС реакторы РБМК были доработаны, но ответственность за аварию понесли только работники станции, часть из которых вообще не имела отношения к роковым испытаниям. Сторонники версии о злом умысле вообще считают, что опасные испытания были организованы специально, чтобы спровоцировать катастрофу. Они указывают на то, что рядом с Припятью находилась сверхсекретная радиолокационная станция Дуга, которая была главной целью операции. Из-за аварии она так и не начала работу. Вдобавок, эта авария была тяжелейшим финансовым и имиджевым ударом по СССР. Однако в таком случае непонятно, кто мог быть инициатором такой сложнейшей операции, откуда он мог знать об особенностях секретного реактора и как вообще можно было спланировать все это. Кроме того, подобные эксперименты уже неоднократно проводились на энергоблоке номер 3 и прошли без каких-либо погрешностей. Программа испытаний была утверждена на всех уровнях, в том числе и разработчиками РБМК. Если вам понравилось это видео,